В чем, друзья, вы работаете у себя на даче в старых дырявых ботинках или галошах? А может быть, вы покупаете в супермаркете специальную садовую обувь? Выбор большой. Давайте посмотрим и разберемся. Да, конечно. Глаза просто разбегаются. Какие яркие краски и специфичный резиновый запах. Так, что у нас? Шлепанцы, кроксы, сапожки. Так, вот еще сапожки. Самое интересное, все потрукал, все такое мягенькое-мягенькое. Так, это у нас тапочки. Тапочки прорезиненные. Наверное, очень удобно. А это галоши. Галоши. У меня на даче тоже есть галоши. Но, правда, еще советские. 40 лет галошам, а они все как новые. Так, это опять кроксы. Вот это я не знаю, как назвать. Какие боты или полукроксы. Это какие-то детские, а может быть, женские. Такие вот сапожки. Кстати, если присмотритесь, цены тут можно увидеть. На этикеточках они не такие большие. По большей части все до 1000 рублей. Ну, ясно, если вы кроксы покупаете в каком-то фирменном магазине, они очень прочные, хватит их на много-много лет. А это, скорее всего, такие вот китайские недорогие. Вот это я присмотрел кроксики себе. Может быть, куплю. Они, может быть, и прослушат недолго, но зато совсем недорого и не жалко в случае чего. Опять же, это все-таки небольшой театр ходить обувь, а на даче и грязь, и сырость. Опять же, уж совсем универсальных вариантов не бывает. То есть, каждая обувь для каждого конкретного случая. Например, в галошах не очень удобно копать, да, потому что на лопату вы нажимаете, просто стопе больно. А там нужно, чтобы подошва была, и желательно покрепче. Кроксы, на них много дырочек, и нога в жару будет вентилироваться, но зато в дождь ноги будут мокрые. Опять же, если веточки кругом валяются, у вас будет веточка в эту дырку, вам ногу колоть. Что еще могу сказать? У меня на даче полно разной старой обуви, но все-таки иногда я покупаю новую. Потому что, друзья, нужно любить себя и свои ноги. Тем более, как вы знаете, на даче целый день на ногах. А для себя я выбрал вот такие вот кроксы. Очень удобно, если, конечно, не сыро, не дорого. И нога отдыхает.